Это лор меня наградил и чеши командирские. Анатолию Курышину 90 лет. В Каменский район он уехал в 25. Тогда у него уже была жена, воспитывал первого сына. После института Анатолий Захарович работал на Барнаульском Трансмаши, но там ему было тесно и душно. Решил поехать в село. Под руководством молодого специалиста вспахали более трех тысяч гектаров залежных земель. Если бы вы мне сейчас сказали, вернулся бы я в 1953 год, повтори, после этого пройденного, поехал бы снова, снова бы поехал. Опять начало. Сегодня в Барнауле чествовали тех, кто, как и Анатолий Курышин, всю жизнь проработал на селе, возделывая поля и собирая урожай. Всего пригласили более 700 человек, хотя таких было около 60 тысяч. Встречу назначили у главного сеятеля края, памятника Его Величеству Крестьянину. Чтоб край родной наш хлебом колосился. Освоение нового дела, на которое вы идете, освоение целинных земель. Это кадры хроники 1954 года. Тогда на заседании пленума ЦК КПСС и решено было создать зерновые совхозы на неосвоенных землях Сибири, Урала и Поволжья. На Алтай приехали более 50 тысяч человек. В первый год освоение целиный регион собрал небывалый урожай – более 7 миллионов тонн зерна. «О, милый ты мой, это надо было поглядеть на нашу физиономию. Как мы были рады, что мы вырастили. А вы знаете, как мы вырожаем. Вот как в море. Вот колышутся эти колось, они полные. Ой, ну в общем, это была красота, не описать». В Барнауле собрались настоящие работяги, встретились старые друзья. Для них организовали выставку. Напомнили, как раньше выглядели комнаты в сельских домах. Сейчас многие целинники все еще живут в тех же деревнях, где работали раньше. Но свой опыт передать там больше никому не могут. Сейчас как, трудновато опыт передавать. Почему? Потому что личное хозяйство получается, да. И туда сильно не поговоришь. У них своя политика. Сегодня целинникам за их многолетний труд вручали награды – благодарности, почетные грамоты и медали за заслуги перед обществом. На груди героя нашего сюжета, инженер Анатолий Курышин, заблестела еще одна награда – уже восьмая по счету. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. Наши новости.